Лето, конечно, это очень хороший аппарат для растений. Все растет, цветет и благоухает. Посмотрите, какая красота. Все цветет, прям радует глаз. И крассандра, бугенвилья на заднем плане, орхидея. Красотища. И коллаги у нас своими красивыми декоративными листьями прям радует тоже глаз. И, конечно, мединила. У мединилы уже отцветают цветы. Ну, ничего, будем ждать следующего цветения. Но сегодня речь не об этом. Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня в моем видео я покажу своего красавца, недавно приобретенного, фикус али. Кто смотрит давно мои видео, они уже знают, что я люблю большие растения. И вы уже знаете, что у меня есть уже много таких растений, которые я вырастила сама из маленьких. Это вот фикус, он был очень маленький. Замиакулькас и другие. Шифлера большая такая. Ну, а здесь мне подвернулся просто сочи. И я приобрела уже такое большое взрослое дерево, фикус. Он уже сформированный. У него имеется такой, смотрите, толстый ствол. Ну, дерево, могу сказать. Просто он был очень сильно обрезан. Если бы ему не сделали обрезку, то он не прошел бы в дверной проем. Вот такой он был большой. Он у меня уже растет, ну, где-то около месяца. У него за это время пошел молодой рост. Посмотрите, какие красивые листочки появляются. Очень-очень красиво смотрятся. Листва, конечно, очень красивые. Темно-зеленые. И молодые листики вот таким цветом. Это фикус Али. Но он имеет еще и разновидности. Этот сорт у меня называется Амстел Кинг. Он отличается более широкой листвой. Вообще, у фикус Али, у него имеются такие очень узкие и длинные листья, напоминающие наше дерево Иву. А вот как раз сорт Амстел Кинг, он немного, видите, какой лист имеет. Он длинный листочек, довольно-таки, но широкий. И посмотрите, какой у него цвет ствола. Такой коричневый, имеет даже какую-то вот такую крапинку. Как на камеру не передается, а вообще как серебристый такой какой-то налет. Вот серый. Вот такой красавец. В природе это дерево можно встретить в Индии. Оно вырастает до 20 метров. А в комнатных условиях этого красавца можно вырастить до 2 метров. И в ширину он может разрастись просто огромным. И его нужно формировать обязательно, потому что ветки боковые очень хорошо разрастаются. Это очень теневыносливое растение. Его можно поставить вдали от окна, и чтобы такое умеренный свет. Но это относится именно к темно-зеленым листьям. А если фикус имеет варегатность, то ему, конечно, потребуется больше цвета. И чтобы попадало в такое неяртое солнце даже. В уходе он считается неприхотливым. Главное его вовремя поливать, подкармливать. А он любит подкормки. И в зимнее время его желательно не ставить на холодное место. То есть, не подоконник, и чтобы корневая система была в тепле. В летнее время он любит опрыскивать. Он любит, когда у него листья чистые. То есть, его либо протирать тряпочкой. Но так как листьев очень много, это неудобно. Его лучше опрыскать хорошо из пирализатора. И все. Или если небольшое растение, то сносить под теплый душ. Он тоже вам скажет спасибо за это. Но я свое растение уже пересадила. Я ему составила грунт. Он любит очень такой питательный грунт, но рыхлый. То есть, у меня здесь торф, песок, перебной конский. Вы видите, он у меня прям вообще бурно стал расти. Ему все понравилось. Стоит он у меня вдали от окна. Ну так, метра три, наверное, от окна. И я что заметила? Я его раньше поставила около лампы. Но ему это не понравилось. У него даже от лампы, я заметила, появился ожог на листьях. Так что, вот ему вообще хорошо, вот вдали от окна, метра три. И все, замечательно вообще. Поливать, конечно, как все растения, подсушивать грунт, ну, наполовину это точно. Его не нужно заливать. Вот этот фикус мой большой, я поливаю раз в неделю. А может даже и раз в полторы. А зимой я его поливаю раз в месяц. То есть, вот он не любит тоже сильно этих переливов. Любит он подкормки, я уже говорила. Любит питательный грунт. Ну, раз я использую перебной, то подкормки я вношу, конечно, уже меньше. Потому что у него там грунт очень хороший. А вообще так подкармливать можно удобрением специально, которые продаются для фикусов. Уход в летний период, конечно, отличается от зимнего. Если в летний период и полив почаще получается, дома же жарко, все равно пересыхает и растет растение в углу. А зимой полив сокращается, конечно. Терпит сквозняков и не терпит, когда горшок находится на холодном месте. То есть, с подоконников нужно убирать зимой. Если пол холодный, то можно, конечно, что-то подкладывать. А так, в принципе, и опрыскивание зимой тоже нужно. Потому что работают отопительные приборы. Воздух сухой, а он все-таки у нас из тропика. Я, конечно, очень довольна своим новым питомцем. Обязательно буду вам показывать его в видео. Говорить, как он у меня развивается. И какие, может быть, если я буду сталкиваться с какими-то проблемами. Это я буду все говорить. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Увидимся в следующем видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!